всем привет сегодня с фанчоза с курицей и очень-очень давно не было все с ней сидим это точно у меня гранатовый сок у меня фанта как запаковывать зачем так много от этих всяких премудростей крышка же нормально чтобы не открылась добились редко беру эту марку забыла уже как на вкусом холодненький после холодильника фанчоза у нас здесь курица огурцы перчик томат лук чесночок заправка для фанчоза лук много положила вкусно пахнет и аромат на пробуем я конечно же попробовал когда приготовила чуть-чуть первое падение есть не очень удобно конечно хотя мы приготовили здесь специально тарелочки которые можно так поставили чтобы не падала уж на всем приятного аппетита приятного аппетита знаю что многие еще фанчозу готовят с говядиной но я ни разу говядиной не пробовала готовить грибы дальше добавляет мы с грибами обычно не готовим курочка очень нежный получилась вкусно вкусно оба соли себя как по соли хорошо нас как раз уже немного подостыла дают насколько знаю над есть охлажденный на там прям на упаковке написано было после приготовления час настаивать составить не набивает у вас такое или нет у меня сегодня какое-то от волнение в душе я не знаю с чем как это объяснить вроде бы все хорошо да а волнение какое-то есть вроде никаких важных мероприятий не спереди бывает такое внутреннее какое-то волнение что мы все не съедим мне кажется мы можем и съесть все на телефон ранее так я за скринился вопросики и приветы сегодня снежана у нас будет на вопросах так айнел пишет извините пожалуйста почему вы так тепло одеты у вас холодно дома 18 лайков на вопрос то есть нам несколько раз так писали не знаю в кофте я свежая на футболке нет нас дома тепло и не знаю я люблю когда мне тепло то есть футболки почему-то мы нет нас дома не холодно и я обычно хожу футболки на на видео я предпочитаю все-таки в кофте сидеть так бумажная галактика пишет снежана когда когда на какой неделе ты узнал о беременности я узнал о беременности но заранее уже это причувствовала что я беременна до теста я уже чувствовала что я беременно а когда на узи поехал у меня было семь восемь недель стучу ты кушай маленько софа пишет пишет видео супер снежана еще есть какой-нибудь у вас доход на youtube у нас каждый месяц какого числа двадцать первого двадцать третьего по разного и приходит плюс тортики вот как раз на 8 марта мы брали заказы на торты восьмерочки на красный бархат кому интересно в инстаграме снежана там есть профиль отдельный так что нас 8 марта было такое рабочие как рабочие седьмого мы готовили все восьмого отдавали за седьмого получается момента часов где-то с полдесятого наверное с десяти начали готовить и все это продолжается у нас до 7 вечера из кухни даже не выходили я думала плюсом еще какие тортики получится сделать так плюсом получилось только один тортик его сразу забрали потому что я смотрю вот кондитерские и думаю сколько у них заказы на котором там днюю ночуют у них там уже команды конечно все отработано понятно то что они много работают в эти дни у нас котят 8 марта прооперировали всем какое 9 уже второй день просто с утра был до обеда все желко их так конечно вообще но врач сказал все таки это лучше для кошек делать операции они будут меньше болеть тем более мы их не упускаем и в старости для них будет меньше болезней недельку сейчас потерпеть просто у нас одна васька которая большая уже вовсю ест кого-то ни в чем не бывало курочку курочку грудку резала она прям кричала ждала когда я ей дам я и говорю тебе много нельзя нельзя много кормить сразу после операции почему давать я дала кусочков пять она еще кричит я говорю вась нельзя больше нельзя попозже там вот вторая маленькая прячься и пока не ест вечером наверное так сами специально же покормим они на нас так смотрят если тесно зло как будто кости помогал ветеринару держать я бы не смогла сто процентов держать укол только делать кость вася костью руку распорола расцарапала распорола она у нас такая с характером дома как это вкусно молодец мне понравилось посоли в этот раз а только один раз готовила вкус был ненасыщенный или может правда отдавать настояться да уж конечно что нас сейчас настоялось курочку я мариновала в своем соусе еще морковку надо было добавить я морковку купить забыла да нет это так вроде вкусно вот это не морковь разве помидорка и перчик так люблю я эту стеклянную лапшу реально есть удобно с тарелочкой кто вот этот лапшу придумал нарисовая да не помню фунчоза из чего она сделана очень много вопросов сколько стоил айфон какая цена айфон айфон россии можете посмотреть в яндексе кому интересно да цены везде примерно одинаковые всех магазинов там кто-то уже даже начал отвечать сколько стоит я скажу так недешево недешевое удовольствие айфона в наше время мне кажется так кто по знаку видяка вопрос задает иероглифы прочитать не могу костя телец я дева там кто-то писал что мы рак или кто-то что я перепутать хотя мы много раз на это просто отвечали тоже очень модно заказывать каким-то краску там у нас вываливается что заказывать гороскопы какие-нибудь натальные карты чтобы узнать по дате рождения верить в это или нет пишите кто как провел восьмое марта мы вчера на фильм ходили я совсем забыла пары из будущего фильм прикольный смешной веселый бруновским брунов блин и посмеяться можно и поплакать кто не ходил сходить обязательно заставляет задуматься в то же время на такой все веселые ноте проходит интересно прикольный фильм вот наши вот такие вот так фильмы снимать из честно дальше никуда не стоит ходить мне понравилось мы собирались так отмечать мы седьмого сидели до вечером с друзьями а потом то что готовили как-то устали 8 у нас такое прошло кино сходили вечером повыжинали и спать глядь хинкали мы кушали с тобой купили хинкали в пятерочке не помню что за марка но мне что-то не очень они зашли нормальные но больше на пельмени похоже я не с виду как хинкали даже большие такие да намного больше чем больше не хвостик огромный и мы вчера смотрели полицейские сраблевки люблю я эти сериалы все мы никак не досмотрим четвертый сезон сейчас смотрим мне сегодня был выходной и мне так скучно думаю это за кошками немножко посмотрел вот курс приготовила чуть-чуть паровазь у меня еще мизин дома не было снежана одна была конечно только на обед приходил все равно когда работаешь как-то день интересный проходит а тут встал и домашние дела поделал уже плюс в том то что мы очень быстро не съедим мы любое блюдо на видео съедаем это сразу если это не горячее что-то и хотела сказать честно вот я вот сейчас ем и она бы без мяса была тоже очень вкусная с грибами делая за счет овощей как-то я покупала опята пятерочки замороженные и чуть не очень более я их сама ни разу не собирала шампиньоны не очень люблю я это очень любил в детстве мы еще собирали на пеньках целыми кучами вот кость собирал я нет кто собирал опять очень классные грибы такие маленькие особенно все наверное знают я боюсь поганками перепутать но их никак не перепутаешь сложными опятами я под березовики под осиновики обычно собирала кого еще маслята упала так мира пишет привет когда селялечка снежана продолжить снимать видео или будут кости один первое время и вопрос куда пропала сестра снежана давно и не было ваших видео наверное первое время кости будет один хотя посмотрим как это наверное узнаем только когда мы сейчас не можем загадать потому что вообще реакция ребенка то есть как как он будет вести как спать там есть потому что дети же разные бывают кого-то спокойно спит у кого-то беспокойно вчера мы когда пришли после кино и кошки отходили от наркоза все вот это он начала шепотом разговаривать костяга что за шепотом разговариваешь я за кошек переживала ну и действительно жалко не такие вообще не понимаю что с ним происходит нормально ходить не могут шатаются падают вчера наверно вот почему так 8 марта какой-то такой праздник знаете что все мужчины активируются очень много цветов и почему именно тюльпана 8 марта его тоже это почему-то понять не могу почему дарит именно тюльпана потому что они на цветут в это время синий цветок мне кажется всегда тюльпаны дарит не но с другой стороны мне кажется мужчина отмечает больше 8 марта еще тем чем девушки 23 февраля нет такого ажиотажа да то есть как-то этот праздник проходит активнее со стороны мужчин даже даже мне кажется активнее чем день рождением отмечается все чё-то празднует такая суета да это наверное немного сравнимо с новым годом только вот в плане цветов подарков пишите кому что подарили все выставляют подарки подарки цветы все выставляются лента пестрит с одной стороны хорошо что есть праздники да такие хотя бы повод есть действительно подарить что-то вот двадцать третьего я не очень заметил и 8 марта не очень заметил потому что мы заказы брали также двадцать третьем мы тоже мы работали для нас праздники это рабочие дни заработок мне кажется это наоборот правильно зарабатывать когда все отдыхают а потом отдыхать то все работают можно же в любой день себе выходной сделать на если не официально работа сегодня я думала проснусь поздно и буду спаляться в кровати нет же я утром стала вместе с костей я всем сегодня встал всем вскоре все встал я вместе с ним встала потом что-то домашние дела туда-сюда и все больше не легла и не уснула ну я ложилась отдыхать а так хотя в сон клонил меня я помню вот после нового года я себе делала много выходных после этих выходных я не могла вклиниться в работу когда тоже много отдыхаешь тортуха что-то пришла сидит во все прыгает я думал они после операции не будут так залезать на высокие поверхности я ем выбираю без курицы не знаю курочку не хочу я наоборот еще где побольше курица не без курицы нравится можно как-нибудь будет сделать вегетарианскую я слышала что можно еще кубачок добавить слайсами тонкими будет тоже очень вкусно то что я кабачки люблю я себе вот сюда в тарелочку положил я теперь ем так гораздо удобнее вкусно пишите так что к такому кому что дарил и как знаю что восьмое марта многим предложение еще делают а у кого-то 8 марта день рождения пишите у кого 8 марта рождения даже мужчины же с кого держишь не 8 марта но это не выбираешь все таки да все равно еще зачем тоже праздник зато ну это кость как-то у кого 31 декабря день рождения вася вот праздники 8 марта мне кажется это в основном не их день уже считается так вкусная фанта и поэтому сегодня купила потому что знала что ты рассказал что любишь и молоко взять так сами руку пишет были ли вы в казан-моле и снились ли вам вещи сны казан-мол кто не знает в казане торговый центр открылся мы там были один два раза один раз мы там были но давно еще когда-то он открылся только там сети не ловил в декабре что когда он там открылся телефон не забыл посидеть он весь такой из металлических конструкций но внутри достаточно красиво прикольно но сети за этого телефон вообще там внутри на глушняк не ловил может сейчас концу ловить не знаю работники в телефонах точно не сидят там вроде что то есть у них какой свой вай фай не знаю что она не сделает нет больше мы там не были там принципе не так много было полезных магазинов этот магазин даже вспомнить интересных именно нам то есть из-за этого мы там бываю а вот были сегодня у нас мы обычная мека или пархаус из таких крупных если говорила что мы все не сидим но здесь всего лишь пачка фунчоза один огурец 1 перец 1 помидор большая и кусочек куриной грудки неполная курина грудка здесь ну всю подложку положила вкуснятина я уже маленько так поднялись любящие сны наверное да я так думаю я сейчас не вспомню сразу скорее всего такое было это ближе совпадение наверно чисто случайности если вообще сон такой приснился я же проснулась не очень хорошим состоянии после сна почему вот нам снятся определенные сны вот это мы об этом интересно думаем или нет моники именно вот сейчас как говорили сюда хотя за весь день ни разу не залазил под плед залезает на диван и я вот помню когда кости служил в самаре мы там не были в торговом центре амбар что ли назывался тогда он очень понравился торговый центр он прикольно потара до тем временам был очень хороший я не знаю конечно как сейчас вам это было 6 лет назад мы там ходили трогательный зоопарк с одной стороны очень жалко животного которые в этом трогательном зоопарке и про цирки сейчас очень много пишут что давайте не будем все вместе ходить поможем тому чтобы животных не держали в неволе мне кажется такой бизнес никогда не закроется не знаю животных действительно жалко но с другой стороны там такие животные которые попали туда то есть их не так поймали тогда здоровых и хороших а все-таки они по каким-то причинам то есть туда там отбились например от своей стады какие-то больные хромые были когда-то их там ну по крайней мере зоопарках то думаешь что правда а частично то есть это так и есть да то есть они уже как бы привыкли в него лежать может это вообще с рождения на основной стороны мы же заводим домашних животных все держат собак многие держат собак кошек не все конечно там кого еще заводит таково только не заводит я по моему все но мы в цирке вы именно животными 100 лет не были чуть желания нет я тоже сейчас не вспомню вспомнил не помню какой-то год это был до армии все мне кажется эти цирки которые хоро хорошее отношение к животным скорее всего ну как хорошие относительно понятно то что они их кормят всем чтобы животное тебя слушалось ты мог командовать его надо как-то контролировать то есть через питание или какой-то кнут наверное помнишь смотрели воды слона как там про слонов было как там слонов обижали чтобы они слушались очень жалко такой фильм тяжелый все последнюю ложечку и я не больше больше нет я наелся какой такая тарелка была громадная останется нам на вечер что будем прощаться я думаю да не забывайте написать комментарий поставить лайк нам это будет очень приятно всем пока до новых встреч